Сегодня в детском саду номер 5 по расписанию знакомства с правилами дорожного движения. Пока дети учатся, как безопасно пересекать проезжую часть, мэр города Анатолий Пахомов проверяет, всё ли хорошо с точки зрения безопасности в самом учреждении. Физическая охрана есть, камеры на месте, дети в полной безопасности. Их в этом детском саду более 150. И уже сегодня, за неделю до старта нового учебного года, здесь всё готово для приёма дошколят. Мы делали обрезку деревьев, мы делали покраску оборудования обязательно, готовились внутри детского сада, готовили помещения, текущий ремонт небольшой был, освежали помещения. А вот в этом детском саду, сороковом, что на аренде, всё не так гладко. Физическая профессиональная охрана есть, а вот от существующей системы видеонаблюдения толку, конечно, мало. Ну, это безобразие. Ну, у них вообще один вход и всё. Нет, у меня одна камера, а остальные камеры у заведущей. Да, и четыре камеры выходят. Только вход. Да, и остальные камеры у заведущей. Четыре камеры у меня в кабинете ещё. Что у вас там на камерах? По периметру камеры. Картинка с камер должна транслироваться на мониторе у охраны, настаивает мэр. Вопрос безопасности один из ключевых, отмечает Пахомов, и проверяет работу тревожной кнопки. Группа быстрого реагирования прибыла вовремя, уложившись в 10-минутный норматив. В целом, детский сад полностью готов к учебному году. Хорошо помогли шефы, которые по инициативе главы города закреплены за каждым учебным заведением Сочи. За счёт меценатов отремонтировали фасад, поставили новый забор и поменяли кровлю, которая уже давным-давно требовала ремонта. Если сложить все уровни бюджета, федеральный, краевой и муниципальный в образовательных учреждениях, плюсом прибавилось 77 миллионов. Это не так много, если считать на каждое, потому что у нас 164 образовательных организации. Что касается шефов, это наши неизменные помощники. Конечно, они самые кричащие проблемы закрывают в наших учреждениях. Оказана помощь в общей сложности на 20 миллионов шефами. Оценил Анатолий Пахомов и готовность школ к 1 сентября. В 14-й, например, подкрасили фасад, привели в порядок двор и пришкольную территорию. Учителя продолжают готовить классы к приёму учеников. Анатолий Пахомов указал и на недостатки. Хоть и мелкие, но они сразу бросаются в глаза, отмечает мэр. Где-то нужно подкрасить стену, отремонтировать лестницу, а ещё грамотно расставить камеры видеонаблюдения, которые преимущественно должны снимать не коридоры, а территорию школы. Наша задача – камеры ставить не ради бутафория. Мы же ставили задачу, что периметр надо смотреть. Периметр – это забор. И он должен просматриваться на камерах. В целом же школы и детские сады полностью готовы к новому учебному году. В Сочи за партой в этом году сядет на 4000 больше школьников, чем в прошлом. Но мест хватит всем. Тем более, что программа строительства образовательных учреждений продолжается. Уже 1 сентября свои двери для 200 школьников и 40 дошколят распахнёт школа и детский сад в верхней беранде.